Всем привет! С вами канал CeproAndroid. Сегодня у нас приложение из разряда Must Have. Это мастер кнопок, приложение, которое упростит вашу работу с вашим устройством. Давайте коротко о приложении. Сначала начнем с расширенных настроек. Здесь вы можете задать определенный функционал для определенных пунктов, которые будете ввинять. То есть папку сохранения, форматы файлов. Для каждого пункта меню здесь можно выбрать и дополнительные настройки включить. По главной странице. Итак, из мастера кнопок нам доступны следующий функционал. Плавающий шар, кнопка уведомлений, кнопка домашнего экрана, длительное нажатие кнопки главный экран. Если у вас меню состоит из трех кнопок домашний экран обратно и меню приложений. Также назначить жест, смартфлип чехол, кнопка специальных возможностей и кнопка быстрых настроек. Это плитка в панель уведомлений. На примере некоторого функционала я выборочно сделаю плавающую кнопку. Вы можете настроить как и что будет выглядеть. Я покажу функционал. Этот функционал доступен для всех остальных пунктов под меню. Итак, включим эту кнопку. Теперь мы можем настроить ее размер, настроить ее непрозрачность и выбрать функционал, который будет на эту кнопку назначен. То есть двойное нажатие. Выбираем функционал и добавляем меню из специальных возможностей, из системы, из мультимедиа, из запуска приложений, из запуска ярлыков приложений. Здесь у нас сейчас двойное нажатие. Сейчас что играет? Нажимаем и у нас активируется данный функционал. На мой взгляд, довольно таки удобно. Отключим эту кнопку «Плавающий шар». Кнопка «Уведомлений». Кнопка «Уведомлений» будет выглядеть следующим образом. То есть вы в строке «Уведомлений» увидите те кнопки, которые вы сюда добавили. Как добавлять? Просто. Здесь также можно выбрать определенное действие из системы, из мультимедиа, из запуска приложений, из ярлыков приложений. Следующая кнопка – это кнопки домашнего экрана, которые будут добавлены на домашнюю страницу. Здесь также можно изменить значок, выбрать из всех, выбрать из своих иконок и добавить эту кнопочку на главный экран. Помимо всего, здесь можно настроить функционал, который будет выполнять это действие по этой кнопке. Одиночное касание – это будет быстрое меню. Вот эта кнопка, она появляется с определенным языком, то есть вы на нее нажимаете и появляется быстрое меню. Как удалить кнопочку? Просто зажимаете ее, тащите и убираете с вашего экрана, если вы назначили не тот функционал или хотите что-то изменить. Далее, длительное нажатие кнопки «Главный экран». Здесь необходимо активировать и в настройках включить в качестве цифрового помощника. Цифровой помощник по умолчанию и выбрать мастер кнопок. Также будет функционал доступен по длительному нажатию на кнопку «Главный экран», который будет посередине. Стряхывание телефона тоже удобная функция. Я назначил блокировку экрана. Здесь можно настроить чувствительность. Настройки разрешений вы дадите разрешение при активации приложения. И также здесь можно не использовать кнопку, к примеру, блокировки экрана. Просто потрясти телефон, будет звук и экран будет заблокирован. Очень удобная функция, если у вас особенно подключивают какие-либо из кнопок. Далее, жест тоже хорошая функция, которая позволит вам определенные жесты включать и активировать данные жесты при включенном или выключенном экране. То есть выбираете, что хотите сделать. Далее, настраиваете действия, продолжительность. И дополнительно можно настроить жест, когда экран выключен. По жестам там, думаю, будет понятно. Там есть анимация, как это все дело настроить. Те, кто пользуется Smart Flip чехлом, тоже. Если ваш функционал ограничен, в настройках вашего смартфона нет данного функционала, вы можете также настроить блокировку при закрытии и открытии Smart Flip чехла. Кнопка специальных возможностей. Для этого тоже необходимо включить дополнительное меню и назначить кнопочку функционал, который будет выполняться по нажатию на кнопку спецвозможностей. Включить эту кнопку можно в настройке. Кнопка быстрых настроек. Здесь вы можете настроить кнопки для шторки. То есть вы плитку настраиваете, включаете, добавляете нужную кнопку через настройку, выбираете эту кнопку, мастер настройки. Вот тут я добавлял запись экрана и перетаскиваете ее в нужное меню. Здесь, думаю, понятно, все разберутся. Что еще интересно? Дополнительно в приложении присутствуют шорткаты. Здесь вы можете тоже по длительному нажатию выбрать, что будет работать. И дополнительно еще есть возможность добавить нужный вам виджет. По виджетам отдельно переходите в раздел виджетов и добавляете виджет из доступных виджетов мастер кнопок. Добавляете виджет, перетаскиваете. И также по данному виджету у вас будет выполняться определенный функционал. Виджет, как всегда, тоже можно удалить, убрать. И вот, на мой взгляд, приложение просто изумительное. Ссылочка будет в описании видео. А я на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч!